Все хотят быть в команде сильных, успешных людей. Такое количество предпринимателей, какое есть на душу населения в Узбекистане, я думаю, что где-нибудь в Европе, было бы просто невозможно. У них есть другая фишка, у них объем рынка другой. Люди всегда хотели быть в каких-то клубах, но была раньше политика закрытости и выживания, и страх требовала, наоборот, не быть на виду. Есть люди корысткие, они ищут клиентов, они ищут партнеров, они ищут мужей, они ищут жен. Клуб может объединить конкурентов, где они станут друзьями и сильнее вместе. В каком формате ты можешь посадить пять игроков рынка в конкурирующий за один стол, и чтобы они открыто делились мыслями, еще и бесплатно. Клуб закрывает очень много потребностей, как твоих как в личности, так и твоих как предпринимателей. Наша задача, чтобы наши резиденты находили своих людей в каждой точке, сначала Узбекистана, а потом глобального мира. Зачем люди вступают в клубы? Для чего это нужно? Как говорят русские классики, ничто не должно нас лишать радости человеческого общения. Это не просто радость, с точки зрения маркетинга, когда говорят про нужды, желания, потребности, они говорят про воду, еду, сон и общение. Плюс там некое призвание. Если еще учесть, что каждый человек – это средняя сумма его окружения, с чем ты ассоциируешься. Есть чехана, где тусят таксисты, в селеграмме мясники, колбасники. И также вот люди всегда пробивались в какие-то стаи, племена, роды. Ну вот так и дает некая принадлежность. Вот поэтому это некая нужда, потребность в человеке есть – общаться. Сможешь назвать нескольких людей, нетворкинг с которыми сделал тебя действительно лучше? Да, есть знакомства с людьми, которые открыли для меня совершенно другие горизонты. Мое попадание в изначально клуб Book Cafe, там были такие резиденты, как Хикмат Абдурахманов, Зафар Хашимов, Мурат Назар и очень много других ребят. Просто всех не перечислишь, чтобы никого не обидеть. Что они давали? Это не значит, что это был какой-то прирост в работе. Например, с Хикматом мы очень долгое время сначала просто общались, дружили. Далее уже появился совместный проект Team University. Но клиентам Хикмата у нас не было практически никогда. То есть в последние годы что-то заказывается у нас. Но что дал Хикман? Своё видение, что такое образование, для чего оно нужно. И я очень многое подчеркнул для себя. По мере прохождения своей жизни появлялось очень много людей, подсматривая за которыми, я обращал внимание на то, как нужно строить семью, как это выглядит со стороны, как это успешно. Как правильно строить компанию. Так, чтобы появился какой-то клиент, и он в корне изменил нашу жизнь. Наверное, нет, потому что у нас нет моноклиентов. И бизнесы все разные. У нас есть клиенты, которые нам дорого встали. По итогу это такой вот хороший один большой клиент, называется государство. Мы стали намного умнее. У нас есть клиенты, которыми мы работаем уже, наверное, порядка 10 лет. Главной компании у нас 14 лет. И, безусловно, через нас прошло огромное количество их сотрудников и огромное количество всевозможных мероприятий. Какая реальная польза, может быть, отступления клуба? Вот есть много предпринимателей, которые на виду, да, о чем мы сейчас с вами говорили, есть те, кто не на виду. Для многих это проблема прийти в какой-то уже готовый круг такой и начать там общаться, раскрываться. Это был отложенный спрос. Люди всегда хотели быть в каких-то клубах, но была раньше политика закрытости и выживания, и страх требовало, наоборот, не быть на виду. Но все равно они где-то в каких-то таких были клубах. Даже в то время у нас был один из первых бизнес-клубов, бук-кафе-клуб, да, и он был закрыт. Мы закрывали кафе, мы никого не пускали, мы боялись. Ни фото, никуда никто не выкладывал. И был очень жесткий отбор. Сейчас из-за того, что стало открыто, клубов стало очень много. И вот люди далее самоидентифицируются, кто он, как он поймет, вот я бизнесмен. Второй момент, невозможно было нигде учиться, только книги можно было читать, да, а нужна надсмотренность, когда тебе кто-то подсказывает, который прошел тропинку, говорят, что вот этот вот пешеходный неправильный, вот есть тропинка такая, да, вот здесь надо. Это порождало вот как этот, инсайты, надсмотренность, она дается вот в этих сообществах, клубах по интересу. Еще вот очень интересная история. Когда мне рассказали ребята, что вот есть такие форматы клубные по миру, мне казалось, что я знаю всех предпринимателей, ну, как минимум Ташкента. Я настолько заблуждался, потому что я был в каком-то своем кругу, кругу кафе, там, с клиентской базой. Когда мы начали проводить отборы, чтобы попасть в клуб, человек регистрируется и ужин и знакомств. У нас за первые два месяца было порядка, там, 500 заявок. И мы со всеми этими, ну, кого-то отсеяли по телефону, а со всеми этими мы общались. Невероятное количество интересных ребят. Вот просто невероятное количество. И их все больше и больше и больше. Мне вообще в целом кажется, и я уверен, что такую тенденцию можно заметить, узбеки очень предпринимчивый народ. Когда я говорю, узбеки, это все, кто здесь родились. Все у нас это в ДНК. И трудоголики. Ребята реально пашут. Такое количество предпринимателей, какое есть на душу населения в Узбекистане, я думаю, что где-нибудь в Европе, это было бы просто невозможно. У них есть другая фишка, у них рынок другой, объем рынка другой. У них там предприниматель может заработать в разы больше. Почему у нас, обращал внимание, такое большое количество серийных предпринимателей? То есть очень мало людей, которые взяли и бьют в одну точку на протяжении всей жизни. Да потому что емкость рынка такая, что он очень быстро достигает каких-то результатов, а ему этого мало. Почему мы пробуем одно, второе, третье? Ты много путешествуешь, как ты сейчас намекнул. На других рынках по-другому? Да, на других рынках по-другому. Путешествуем действительно много, и теперь путешествуем еще и с клубом. В целом полгода отсутствую в стране. Какая-то есть судьбоносная для тебя поездка? Есть такая фраза, что с каждой поездки ты возвращаешься к другим человекам, совершенно точно. Мы полетели как-то в Соединенные Штаты Америки. Это был первый раз, и мы были просто туристами. Это было вау, красиво, прикольно, я не понял ничего. После этого была еще одна поездка, и мы уже начали общаться с предпринимателями. Потому что мы попали на такой гранд-бизнес-эвент, это когда 460 предпринимателей в одном месте, 7 из них долларов и миллиардеров. Средний оборот ребят 100-150 миллионов долларов. И у тебя есть возможность с любым из них пообщаться, попить кофе. Когда мы начали смотреть, почему здесь такой бум, есть же статистика, сколько миллионеров живет на тысячи человек в мире, в каждой стране можно, и сколько миллиардеров, никто не переплюнул еще в Соединенные Штаты Америки. Когда я узнал, что ВВП Техаса больше, чем ВВП Российской Федерации, и больше, чем ВВП Канады, я просто обалдел. А Техас это второй по ВВП в Штатах. Первый это Калифорния. То есть о чем мы говорим? Мы здесь строим бизнес 15-20 лет, плаваем в черваке, радуемся. А где-то есть океан, просто-напросто. У меня была еще одна забавная история. В Сколково вначале все знакомятся. То есть у нас было там порядка 50 человек. И вот первый модуль, каждый выходит, рассказывает бизнес и чем он занимается. И вот выходит парень и говорит, здравствуйте, я занимаюсь эвентами. Я сразу начал слушать, потому что это мне очень близко. Мы занимаемся эвентами только в Москве и только автомобильные бренды. Все, представился, ушел. Человек 5-10, моя очередь, я выхожу, говорю, здравствуйте, мы занимаемся эвентами по всей республике, со всеми брендами. При первом же кофе-брейке он ко мне подошел. Он был абсолютно уверен, что я какой-то долларовый миллионер. Когда мы узнали наш средний чек и их средний чек, разница была в 10 раз. То есть наш средний чек был тогда 30 тысяч долларов, у них было там 300-400 тысяч долларов. Ну, там ем рынка элементарно. Конечно. Это сейчас тебе элементарно. Тогда мне не было элементарно. Тогда мне казалось, что я делаю очень много и иду в правильном направлении. А оказалось, мы стоим на месте. Не хочу пренебрежительно относиться ко всему, что было достигнуто. Слава богу, что это есть. Но глобально есть потенциал и понимание того, что ты способен на что-то большее. У нас как? Если, допустим, про клуб кто-то рассказывает, все спрашивают, кто там есть. И, грубо говоря, нахождение конкретно вас в каком-то из клубов, да, это всегда определенный плюс. Есть ли шанс у людей, которые находятся там, обсудить с вами какие-то вопросы, какие-то проблемы, советы? Конечно. Конечно. Я тоже стараюсь не ходить в те заведения, где не поймут то, что я сказал, во-первых. А там, где меня поймут, мне самому пообщаться с ними. Потому что часто, когда я ходил на выступления, на общение с молодыми предпринимателями, когда они задают уровень аудитории, он определяется уровнем заданного вопроса. И бывает очень много моментов, когда такие классные вопросы задают, на ответ, который я задумываюсь впервые. И по ходу ответа я сам для себя делаю новые выводы, новые открытия. Поэтому мне самому тоже интересно общаться с этими молодыми людьми. Я сам там тоже развиваюсь, там новый опыт, новые кейсы, кто-то что-то рассказывает. Это очень интересно. На недавненном интервью ты сказал, что я за 39 лет три раза был полным банкротом. Как ты думаешь, за счет чего ты выплывал? Есть уже сейчас вот такая аналитика у тебя в голове? Один-два тезисов. Я такой прям упорный, я не потопляемый. Вообще я начну не с себя, а с Господа Бога. Не выпало бы, наверное, если бы все от Бога. Я в этом абсолютно уверен. Невероятная поддержка семьи и команды. Сто процентов. Вот эта вера в то, что все это было сделано не зря. Окей, есть у тебя бизнес. Кто мы без команды? Вот сейчас если убрать отсюда всех операторов. У нас было бы очень смешное видео на мобильный телефон. Да. То есть команда поверила в то, что да, ты уже один раз достигал чего-то. Мы не говорим там, был миллионером, достигнешь еще раз. Мы действительно достигали каких-то высот. После каждого банкротства, во-первых, вот все кроме пандемии, я подписываюсь, что это сделал я своими руками. В пандемии я подписываюсь под то, что я не подготовился к ней своими руками. Потому что на самом деле при планировании, при стратсессии, которую команда должна обязана делать каждый год, она должна отчерчивать себе вот эти черные лебеди, которые могут случиться. И 90% компаний в Узбекистане этого не делают. Они просто идут по наитию. Сегодня есть прибыль, сегодня есть клиенты, сегодня все здорово, завтра в один день этого ничего нет. Наверное, в совокупе это все от Бога. Команда, семья. Ну и упорство. Я не верил в то, что это может так закончиться. Ну я просто не верил в это. Как ты думаешь, вот клубы, о которых мы сегодня поговорим, помогли бы тебе решить проблему побольше? Сто процентов. В первых двух случаях просто сто процентов. Вопрос пандемии. В чем была сложность? Была проблема не конкретной отрасли. Она была в целом. Да, не конкретного города, страны. У меня куча друзей по всему миру. И в какой-то момент, когда мы же выставили на продажу почти все свое имущество. Мы продали дом, мы продали машину, мы продали дачу, мы поддерживали команду. И в какой-то момент у меня был там план Б. Я думаю, окей, ну вот сейчас мы вот это съедим. Нет уже понимания, когда пандемия закончится. Мы из 9 месяцев в 2 месяца платили 100% за оплату, 7-50% за оплату. Всем сотрудникам. И я думал, окей, а если все это закончится? Я не могу продать квартиру, где я живу с семьей. Я думал, а кому я могу из друзей позвонить, которые одолжат деньги? А нету понимания, кому звонить. То есть есть ребята сильно богаче тебя, ну вот просто в разы. Но я не понимаю, какая у них финансовая подушка сейчас и смогут ли они помочь. Благо до этого не дошло. Но у тебя очень большой группой знакомых. Неужели не было людей, которым ты мог бы реально позвонить? Я думаю, что мне помогли бы 100%. Мне очень хочется в это верить. Да, но опять же, общая проблема, как передать деньги с одной стороны в другую, ничего не работает. Ничего не работает. Особенно в локдаун тоже было. Чем бы помог клуб? Давай начнем с этого. Во-первых, когда только наступила пандемия, у меня был звонок от моего товарища, который старше меня лет на 10. И он мне говорит, я это уже все проходил. Первое, что ты должен сделать, уволить сотрудников. Ну просто сократить 70%. Так и большинство компаний поступило. Да. А я упертый зачем-то. И я говорю, мы все выплывем. И это нас чуть не погубило. Фишка в том, что да, топов я бы и не трогал. Но были ребята, которые пошли на стажировку. Они были у нас месяц, два, три. Таких ребят было там 15. 15. Как только пандемия закончилась, мы не сразу же, вот нам сказали, можно работать. И завтра у нас зарплата не стала 100%. Мы платили 50-50-50. И мы потихоньку выравнивали зарплату. Эти ребята ушли на второй месяц. То есть мы могли их просто не держать. Клуба помог. Первое, опытом. То есть клуб совершенно точно, у него насмотренности больше. Потом у меня был очень неожиданный звонок от человека, который я видел, наверное, в жизни, ну может быть, 5-8 раз. Он занимался аптечным бизнесом. Причем у меня куча людей, которые занимаются аптечным бизнесом. А звонок был от человека, от которого я вообще не ожидал. Мне не звонок, он мне написал. Он мне говорит, Арсен, аптеки работают, у тебя есть место под аптеку. Он говорит, если ты найдешь место под аптеку, я поставлю туда лекарство, эта аптека будет тебе приносить порядка 1000 долларов в месяц. В момент, когда у тебя нет ни единого дохода, и пишет человек, которого ты знаешь, вот постольку-поскольку, да, нас знакомили и так далее, и так далее, на меня это произвело просто несгладимое впечатление. То есть были люди, которые понимают, что вроде адекватный человек, ну вот так случилось. Потому что я записал видео в пандемию, я вообще не особо так, на то время точно был публичным, критиковать это вообще не моя история. Если мне что-то не нравится, я постараюсь найти собственника и сказать ему все, что мне не нравится. Ну написать там в социальных сетях и там испортить его, это не моя история. Но я записал видео о том, что все, что касается моей индустрии, туризма, ивента, все умирает. В чем фишка маленьких компаний? Маленькие компании сидят на каком-то арендованном офисе, в этот день прекратили платить аренду, в этот день всем сказали спасибо и ушли на само сохранение. Как только разрешили работать, они все созвонились, ты еще никуда не устроился? Нет. И соединились, и пошли дальше. А мы содержали все это. У нас на момент пандемии только в штате Юника порядка 80 человек было. Ну серьезно, серьезно. Ну да. Сейчас, спустя время, ты понимаешь, это правильное было решение? Не совсем, мне надо было сокращать стажеров. У нас тут нулевая текучка топ-персонала. У нас есть команда, которая работает с нами 10, 12, 15 лет вместе. У нас из топ-персонала ушел один человек, который пришел к нам на самом деле полтора или два года назад. То есть он не успел прирастись. Это был единственный уход после пандемии. И больше у нас не было ухода, у нас команда состояла. Ужас в том, что мы не подготовились к пандемии, вот прошло сколько лет? Три года уже, да, практически? Мы до сих пор финансово не готовы к чему-то подобному. Мы просто до сих пор разгребаем все, что было сделано. У нас в первую неделю, когда объявили локдаун, подтвержденных заказов, которые мы вынуждены вернуть деньги, было порядка на сумму 400 тысяч долларов. И потом все, отмена. Просто отмена, 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 отмена. Мы попали в такую парадигму, нам оплачивают старые какие-то клиенты. Есть же отсылочка, там 30 дней, 60 дней и так далее. Поступают деньги, и мы должны платить за реализацию, а мы их проедаем. То есть мы звоним подрядчикам, мы говорим, ребята, у нас просто такая ситуация, и нам очень многие пошли на встречу. Мы вышли из пандемии, не из, ладно, минус активы, мы вышли еще с минусом по балансу, очень серьезно. Зачем все-таки богатые и успешные люди объединяются в клубы? Это первый вопрос, который я задаю на ужин и незнакомство. Зачем успешным людям нужны бизнеса общества? Я расскажу тебе так рандомно про их варианты ответа. Делиться опытом. Когда говорит такой человек, он проходит в клуб на 99 процентов. Почему? Потому что он по пирамиде масло уже наверху. Он уже все заработал, он уже все понял. Он осознанный, и он пришел делиться. И к таким ребятам я очень сильно присматриваюсь. Приходят люди, которые говорят, мне надо припарковать определенную сумму денег. Мой бизнес генерирует, там уже нет должных процентов по прибыли, я хочу припарковать денег куда-то в другое место. Есть люди корыстные, они ищут клиентов, они ищут партнеров, они ищут мужей, они ищут жен. Ну то есть вариантов очень много. Опять же, что такое корыстные, это не значит, что это такое негативное, там должно быть облако. Ну, кажу свою цель элементарно. Абсолютно верно. Здесь и сейчас, почему мы их разделили на категорию, есть люди, которые смотрят на клуб следующим образом. Я заплатил за клуб условный, я говорю, там, не знаю, 18 миллионов суб, и я должен получить полезности в лице выступлений спикеров, в лице там еще чего-то, на 20 миллионов суб. Тогда окей. У нас есть резиденты, которые нам говорят, не зовите меня ни на одну тусовку, у меня нет времени проводить просто с семьей. У нас есть резидент, который за полтора года не посетил ни одного образовательного проекта и не пропустил ни одной тусовки. Это family day, это совместные поездки какие-то, это какие-то спорт. То есть у него уровень бизнеса сейчас вот такой. У нас есть ребята, которые летают с нами только на международные проекты. Они практически не присутствуют, они присутствуют во всех чатах клуба, но очень редко, когда задают какие-то вопросы. У них уже все окей. Текучка, она есть всегда и всегда есть, во-первых, очень сильно менять все жизненные обстоятельства. Например, у меня есть очень хороший кейс, когда моя близкая подруга, которая очень сильно хотела войти в клуб, но открытие нашего клуба совпало с ее третьим материнством. Естественно, она вошла в другой клуб просто. Нет, 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 она отправила своего мужа и сказала нам точно, у них тоже семейный бизнес, нам точно интересно быть в этом комьюнити, усиляться, обрастать новыми интересными связями. Но сейчас на ближайшие три года я выбираю семью и в любое свободное время я буду посвящать семье. И, наверное, это еще один ответ на то, почему женщин все еще в пропорции 8-10 на 20. Потому что все-таки женщинам сложнее выкраивать время по вечерам, и у них больше, наверное, какой-то ответственности, чувства вины, когда они там где-то не добирают какого-то внимания дома. Именно поэтому мы очень активно развиваем family тему для того, чтобы вы могли приходить на мероприятия со своими супругами, со своими детьми, для того, чтобы ваши выходные не так, что оставил семью и пошел сам тусить с одноклубниками, чтобы можно было это все совмещать. Поэтому очень часто это вопрос жизненных обстоятельств и того приоритета, который есть у тебя на данный момент времени. Если на данный момент ты понимаешь, что следующий год ты посвящаешь своему маленькому ребенку, то ты можешь просто вернуться и этот вопрос станет для тебя актуальным и приоритетом через год, через два. Поэтому люди меняют, пересматривают и это совершенно нормально. Для большинства я разговаривал с несколькими предпринимателями, все спрашивают, типа, ну это же как гэп получается, да? Ребята просто не были на нормальном гэпе и не были в нормальном бизнес-клубе. Ну что такое гэп, во-первых, да? У меня сегодня, кстати, гэп. Это ребята, которыми мы когда-то так или иначе познакомились на площадке КВН. Что это за люди? Абсолютно всех разные люди. Кто-то в бизнесе, кто-то не в бизнесе. Нас объединяет какая-то общая идея. Это как встреча с одноклассниками. Если сейчас берешься с ними, ты совершенно классно проведешь время, вы посмеетесь, я надеюсь, вспомните какие-то шутки старые. Но опять же, как они тебе помогут в твоем бизнес-вопросе здесь сейчас? Кто-то из них врач, кто-то из них преподаватель. Гэп, это все-таки там, да, это клуб какой-то по интересам, но это такая неформальная встреча раз в месяц. Наш клуб, к примеру, там есть категория, есть третья категория, встречается в среднем 11 раз в месяц. У второй категории, дополнительной к этим 11 разам, есть еще 5 разных мероприятий. Невозможно посещать абсолютно все. Каждый выбирает, что ему нужно здесь сейчас. Для кого-то нужно международные связи, клуб дает такое возможно. Для кого-то нужно компани-визиты, для кого-то нужно выступление факап-толка. Кто-то приходит и говорит, я готов участвовать в менторском разборе. Это когда мастер манит, это когда берется человек и пытается команда с 7 месяцев докопаться. В чем проблема? Почему он достиг потолка? Клуб невозможно сравнивать с гяпом. Это просто абсолютно два разных мира. Вам надо попробовать. Почему? Вот еще несколько цифр. В Алмате на сегодняшний момент, только в Алмате, мы не говорим про Казахстан, 33 или 35 русскоязычных клубов в среднем по 100-150 резидентов. А у нас? А у нас русскоязычных бизнес-клубов полноценных, я бы не совсем относился сюда к кафе, потому что это такой же закрытый клуб и так далее. У нас есть клуб Эквиум и есть мы. Ну, то есть два. На сегодняшний момент два. Клуб Эквиум открылся на несколько месяцев раньше нас и рынок огромный. То есть нас в разы больше, чем в Алмате людей. Почти в два раза больше. У нас огромное количество предпринимателей. У нас нету такой культуры. Если бы здесь, в Узбекистане, было там 10, 15, 20 бизнес-сообществ таких. Не просто ребят, которые тоже, кстати, они классные ребята, есть, которые делают завтраки. Их очень много сейчас появилось. Это супер. Но все-таки это не совсем еще бизнес-клуб. А это, наверное, правильное направление, но это не совсем бизнес-клуб. Если бы мы попали на рынок, когда уже было бы 10, 15 бизнес-клубов, мы бы росли кратно быстрее. Потому что если у тебя есть с чем сравнивать, все очень просто. Если ты до этого ездил только на велосипеде, и ты приходишь в машину, для тебя это все новое. А когда ты выбираешь автомобиль, я уверен, что ты выбирал. Фишка-то в чем? Плюс-минус 3-5 тысяч, и можно класс прям перешагивать. Самое главное вовремя остановиться. Потому что иногда от бюджета, который ты запланировал, до машины, до которой ты выбрал, это два бюджета. Ну да. Ты уже упомянул несколько раз, разные модели у клубов есть. Можешь принципиально рассказать? Я не знаю за все модели. Я действительно очень много моделей читал, форматов читал. Бывает, они объединяются по национальному признаку. Есть еще один, вот я, кстати, про него забыл, Корео-клуб. Это клуб корейский. Да, я, кстати, тоже слышал про него. Классные ребята, очень давно существует, я знаю очень много резидентов оттуда. Есть ряд резидентов, которые участвуют и у нас, и у них. Я знаю руководство клуба, молодцы. Но у них есть идеология и миссия. Я думаю, они ее сформулируют еще лучше. Но они объединяют корейских предпринимателей, они очень аффилированы с Кореей в целом. Все, что связано с корейскими праздниками, культурой, особенностью, они это все поддерживают. То есть, есть вот такое направление. Есть ребята, которые собираются по отраслевому признаку. Я не знаю, текстильщики. У них есть свой, я не знаю, вот как правильно отформировать этот геаб или это бизнес-клуб. Ну, они собираются и решают проблемы, связанные с текстилем. Какие мероприятия проводятся под эгидой клуба Ярд? Слушай, ну вот я помню, особенно первый год, я, наверное, посещала 95% вообще всех мероприятий и тогда было очень такое ограниченное количество резидентов. Была очень такая домашняя такая уютная атмосфера и, соответственно, большей частью, конечно, всегда был упор на образование. А образование вообще для предпринимателя, ну, ты сам знаешь, что все бесконечно учатся, потому что каждый раз ты понимаешь, что ты все еще ничтожно мало знаешь, если хочешь каких-то новых результатов, новых горизонтов. Поэтому для меня первый год-полтора развития клуба запомнился именно качеством и количеством своих образовательных мероприятий и тех инсайтов, которые я выносила, выходя там с каждого из них. Большей частью, конечно, да, образовательные, отвечая на твой вопрос, это было очень много интересных каких-то family day, это были какие-то интересные совместные вылазки, ну и, конечно же, международные поездки, которые давали совершенно новую порцию впечатлений, удивления, потому что отличие бизнес-поездки именно в рамках бизнес-клуба от поездки, когда ты едешь там как туриста, со своим супругом, это в первую очередь то, что ты посещаешь такие места, которые бы ты никогда не посетила, когда ты приезжаешь с какой-то такой обычной туристической программой. Мы посещали какие-то интересные производства, нам организовывали встречи с какими-то нашими предпринимателями интересными, в общем, это было такое, знаешь, на стыке какой-то интересной туристической программы и очень плодотворных, эффективных таких каких-то бизнес-встреч, нередко из них вытекало потом дальше какое-то сотрудничество, завязывались какие-то связи. Каждая такая поездка это прям такой, знаешь, ворох впечатлений, знакомств и каких-то инсайтов. На сегодняшний момент в клубе, по-моему, 167 резидентов. У нас инхаус работает 19 человек на клуб, это не считая команды отдельной СММ, финансы, юристы, бухгалтерия и так далее, и так далее. Это целая структура, то есть это отдельная ОООшка, это отдельный офис, это прям ну там куча работы на самом деле. Поэтому когда начинается сравнение типа ну это что это гэп или не гэп, вы попробуйте смодерировать гэп, то есть иногда ресторан не могут люди выбрать, а здесь такое количество мероприятий, такое количество подбора спикеров. Есть клубы, которые объединяются сейчас, вот такой клуб, пример от которого мы в свое время брали, Young Business Club. Ребята сейчас перешли полностью на украинский язык и понятное дело у них есть сейчас миссия, то есть они объединились вокруг своей страны, но глобально как правило бизнес-клубы устроены следующим образом, там есть критерии подбора, что это за участники, какого они масштаба, какой у них стаж там не знаю управления компанией и так далее, и так далее, и так далее, у каждого клуба свои критерии, объединиться может кто угодно, любой нации, любого бизнеса, они должны соблюдать правила, и есть огромное количество мировых клубов, пример, есть клуб YPO, если я не ошибаюсь, у ребят 32 тысячи резидентов по миру, ну это просто сумасшествие. Откуда они? Они по-моему британцы изначально, то есть в Англии поискуют. Как технически узбекскому предпринимателю бизнесмену вступить в клуб? Любой ли может вступить, есть ли какой-то отбор у вас там? Да, конечно, отбор есть, есть определенные критерии, у команды очень четко прописанный регламент по тем ценностям, которые есть в клубе, более того, у каждого резидента и я в том числе проходила так называемый срок адаптации. После того, как ты там прошел первичный отбор по заявке, зарекомендовал себя хорошо на ужине знакомств, то есть прошел все вот эти вот этапы отсева и вы сошлись с клубом в общих интересах, после этого порядка, по-моему, месяца, сейчас могу ошибаться, или месяца, или даже чуть больше, твой бизнес-менеджер тебя адаптирует. Что это значит? Это не так, что сегодня ты оплатил договор и завтра тебя там добавили во все чаты, пригласили там на все мероприятия. Месяц тебе рассказывают о правилах клуба, о каких-то нормах, там, я не знаю, о каких-то негласных, да, там, писанных и неписанных законах, которые приняты в клубе, для того, чтобы ты вошел максимально подкованный, максимально снабженной информацией о том, как здесь все устроено, для того, чтобы у тебя не было ощущения, то есть это не так, что тебя кинули в воду и ты там, значит, выплавишь, выплавишь, да, то есть тебя сначала адаптируют, а потом тебя сопровождают. Это как раз-таки к очень частому вопросу и предубеждению о том, чем ваш бизнес-клуб отличается от нашего гяпа. Понимаешь, тебя никто в каком-то новом профессиональном комьюнити не будет адаптировать, водить тебя за ручку, отвечать на твои вопросы, да, там, как твой персональный бизнес-менеджер. Здесь есть очень четко выстроенная система, регламент, прописанные скрипты у команды, которые позволяют человеку вот этот вот вход в комьюнити 150 незнакомых людей совершить максимально плавным, максимально комфортным и главное сделать так, чтобы ему было комфортно и комфортным было тем, кто его принимает. У нас есть очень хорошая добрая традиция, когда представляют после периода адаптации, представляют в чате нового участника, все его очень тепло приветствуют, если он там встречает знакомых, они выражают свою радость по поводу того, что он тоже теперь в клубе и моя стандартная фраза приветствия это welcome on board, потому что очень приятно, когда ты усиляешься, очень приятно видеть, что еще один классный... Еще один мозг добавился. Да, да, да. И ты понимаешь, что иногда там заходишь с абсолютно незнакомым человеком, просто заходишь там по его нику в инстаграме и видишь, что у тебя оказывается с ним там пять каких-то общих групп. Где-то там вы пересекаетесь, где-то вы там президент одного комьюнити и так далее. То есть классно, есть такой очень понятный процесс. Хорошо, вот небольшой ликбез. Зачем мне вступать в клуб? Вот я предприниматель с оборотом, скажи мне, сколько? Минимальный порог от 500 тысяч до миллиона долларов. В месяц? В год. В год. В год. Это минимальный порог. Сколько стоит участие в клубе? Там я знаю, что есть по категориям, три категории. Да, есть три категории. Соответственно, первая категория это для бизнеса с самым большим оборотом. Участие стоит 9 тысяч. Есть вторая категория. Это на какой срок? Это членство на год. 9 тысяч долларов членство на год? На год, да. Есть вторая категория, это 5 тысяч. Третья категория, это бизнес, который стартует, оборот, от миллиона долларов в год, она стоит 3 тысячи. В год членство. Что я получаю за эти деньги в клубе? Я не могу ответить на этот вопрос обобщенный за всех, потому что в любом случае у всех свои цели, у всех своя мотивация. И опять-таки, это очень сильно зависит от того уровня развития бизнеса, на котором ты сейчас есть. Потому что, например, первая категория, то есть это молодые ребята, которые только-только, скажем так, вышли на определенный оборот, почувствовали какую-то почву под ногами, почувствовали стабильность, и они понимают, что теперь они готовы инвестировать в свое развитие. Почему? Потому что они не хотят останавливаться на одном миллионе за год. На следующий год они себе ставят там х2, и, соответственно, не знаю, там через 5 лет они хотят уже десятку. Поэтому здесь все зависит, видимо, от твоего уровня подготовки. Есть ребята, которые заходят, там, ребята первой категории, да, то есть и это уже больше про мессийность, про визионерство, когда они хотят делиться, когда они хотят общаться с молодыми, такими незамыленными умами, когда им просто нравится вот эта энергетика и вот этот вот движ. Поэтому все зависит от конкретной твоей точки, в которой ты сейчас находишься, твоей мотивации, твоей как личности, что для тебя сейчас нужно. Ты можешь провести параллель там с развитием своего проекта, и в каждый момент времени ты делал тот контент, который отвечал потребностям рынка, который был на тот момент интересен тебе и соответственно тем спикерам и гостям той новостной повестке, которая была на тот момент актуальна. В первый год присутствия в клубе я получила, во-первых, очень большое количество контактов именно тех людей, которые помогали мне закрывать какие-то, скажем, мои слабые места, то есть у меня всегда там хромали финансы и так далее. И в первый год я познакомилась с финансистами, я посещала какие-то ивенты, я не знаю, где мы разбирали финансовые модели, кассовые разрывы, там процессы трекинга по финансам. Это то, чего мне всегда не хватало. Это то, что было важно для меня на тот момент. Почему я именно и говорю, что первый год для меня был ознаменован именно образовательной историей, не интертейментом. Сейчас уже больше не то, что я, типа, всему научилась, нет, конечно, просто сейчас у меня все эти, скажем так, боли закрыты, да, и сейчас меня интересует, например, больше международная история. Мне очень нравится разговаривать с ребятами из других клубов, которые входят в альянс международных бизнес-клубов, и просто смотреть, как на их рынке, например, можно развиваться такому бизнесу, как моему. То есть я просто постоянно сравниваю, анализирую, сравниваю чеки, сравниваю какой-то поведенческий паттерн клиентов. И это все очень интересно, и это то, что сейчас мне резонирует. Вот, поэтому на каждый момент своего развития меня будет заинтересовать разное. Что конкретно сейчас получит человек, который зайдет в клуб, я не могу за него ответить, но я точно понимаю, что он найдет то, что он ищет, и что важно ему именно сейчас. Потому что, ты знаешь, это как ты зашел в супермаркет, и, в принципе, ты как бы даже им, возможно, я не знаю, там, сытый, тебе, возможно, там не нужны какие-то продукты, но ты понимаешь, что неплохо бы докупить, я не знаю, фруктов. И ты просто идешь в отдел фруктов. То есть точно так же и здесь. Бизнес-клуб – это очень много возможностей. И ты просто выбираешь то, что тебе сейчас конкретно нужно. От миллиона долларов в месяц у меня оборот, да, что мне будет полезного и интересного в клубе? Вам не хочется вырасти, Кирилл? Хочется. Есть насмотренность, да, мы про нее сегодня говорили. Как оценить успешность себя? Ты можешь посмотреть со стороны. Пообщался со своими какими-то одноклассниками или ребятами со двора, и на фоне них ты красавчик. Ты попадаешь в аудиторию, где сидят ребята, моложе тебя, у них нет никаких там пап, дядь, еще кого-то, кто их там продвигал. Они сделали бизнес в той же самой стране, но у него почему-то оборот 40 миллионов долларов, а у тебя миллион. И ты говоришь, окей, как? Окей, почему? Зачем тебе вступать в клуб? Для того, чтобы ты вырос. Тебе нужно вступать в клуб для того, чтобы, ну, если ваш бизнес реально там в формате миллиона, это огромное количество возможностей. Это возможность получить новых клиентов, новых партнеров, решать новые задачи. В клубе очень активно работают чаты, и это сумасшедшая интересная штука. У нас сейчас в чат есть бизнес-вопросы. Ты пишешь абсолютно любой запрос касаемый бизнеса. То, с какой скоростью решаются там вопросы, какие контакты там даются. Ну, то есть, я себе не мог представить, там, не знаю, 15 лет назад, что ты можешь написать, здравствуйте, ребята, нужен председатель такого-то банка. Нужен контакт там гендиректора Ташкент-Сити-Мола. Нужен там, я не знаю, ход-офис там такой-то компании. То есть, ребята в личку связывают на таком уровне. Почему? Потому что они понимают, что за них не стыдно. То есть, понимаешь, да, в социальных сетях пишет человек, ребята, срочно. Нужен выход на руководство гостиницы Хилтон. У тебя есть контакт, ты поделишься им? Да. Спасибо, Кирилл. Мы это отмонтируем и выкинем. То есть, на самом деле, если ты не понимаешь, кто попросил. А, в смысле, если просто стороны человек? Ну, рандомный человек в социальных сетях. Нет, нет, нет. Обратился, да. Ты не понимаешь, а он адекватный, неадекватный. А что он попросит? То есть, позвонят от твоего имени и сморозят какую-то фигню. Понятно, я вообще не даю контакт никому. Кроме вас. Спасибо большое. Да. Ну, а бизнес-клуб – это определенная проверка. То есть, ты понимаешь, что в клуб попали люди, которых отсмотрели, кого-то отсели на этапе телефона, кого-то отсели на этапе… Я уверен, что мои сок-клубники – это надежные и хорошие люди. Абсолютно верно. Но, и тут же мы говорим все. В клубе вы можете делать любую коллаборацию, вы можете открывать совместные бизнесы. Это не значит, что вы должны верить друг другу, не подписывать документы и так далее. Здравый смысл должен присутствовать абсолютно всегда. Клуб сделал первичную проверку. Мы можем проверить по сарафанному радио, мы можем проверить по юридической части. Если ты вступаешь в клуб, ты скидываешь нам свой ННН, и мы проверяем, есть ли судебные издержки у компаний, есть ли какие-то неоплаченные налоги. У тебя может быть абсолютно белая фирма, а на улице должен кому-то миллион долларов. Мы об этом не узнаем никогда. У нас бывали люди, которые приходили, я не буду называть имена, фамилия, он называет крупные бренды, которые работали когда-то в Узбекистане, какие-то соки производили, еще, еще, еще. Ну, какие-то прям такие реально. Он говорит, я был владелец всего этого. Мы говорим, а сейчас что есть? Он говорит, я все это продал, сейчас думаю, куда деньги припарковать. Окей, вопрос, а как это можно доказать? Вы можете это как-то доказать? То есть, если вы покажете нам документы, в котором вы были соучредителем или учредителем очень крупной компании в Узбекистане, мы вас спустим в клуб, а все остальное мы не имеем права. Человек может приврать по своим оборотам. Человек может хотеть стремиться тянуться куда-то выше, но не тянуться, не быть в данном моменте в состоянии обеспечить это. Мы можем его взять в клуб. То есть, условно, да, это нарушение в плане, мы сами на это не идем, но если человек приврал и мы не уследили, окей. Но наша задача, чтобы в клуб не попал никакой мошенник. Вот это главная задача. Там же еще есть фишка такая, что в клуб принимаем мы, а исключают резиденты. То есть какое-то тайное голосование? Это не то, что тайное голосование. К нам прилетает в личку, у каждого есть бизнес-менеджер, про некорректное поведение того или иного предпринимателя. Такие претенденты есть, мы это выносим на обсуждение и удаляем. Развитие, да, образование. Что еще? Твоя супруга работает, нет? Да. Да, очень многие предприниматели почему-то вторые половинки не работают. Сидят в таком каком-то своем коконе. Почему мы говорим, что бизнес-клуб, у нас есть ряд мероприятий, когда мы говорим, приглашайте своих вторых половинок, приглашайте детей. Мы хотим, чтобы это было общее развитие. Это полезно для семьи. Сто процентов. Представь себе, ты получил какое-то образование, ты заряженный, приезжаешь в свой офис, собрал команду, говоришь, ребята, мы занимаемся не тем, нам надо идти туда. И они вообще тебя не понимают. С семьей бывает то же самое. Ты говоришь, потенциал не здесь. Тебе интересно, почему у кого-то дети получают красные медали, дипломы и так далее, а у кого-то да. То есть мы встречаемся лично, мы встречаемся с семьями. Жены делятся какими-то своими инициатами. Они делятся контактами своими, вообще не связанными с бизнесом. Люди путешествуют вместе. Мы через три дня улетаем в Японию, нас летит 26 человек. Там есть ребята из первой категории, сотни миллионов долларов оборот. Есть ребята из третьей категории, только перешагнули барьер, там миллионы долларов и так далее. И они все объединены, и на такие поездки можно брать своих жен. И это очень крутая история. Круче, чем совместные поездки, ну не объединяет ничего. Возвращаемся к друзьям, к кругу общения и так далее, и так далее. Много ли у тебя компаний, где ты можешь кинуть идею, ребята, а как насчет посетить скандинавские страны на машинах в такой-то... Ну то есть не очень много таких людей. То есть есть, как правило, там друзья семьи, и вы с ними вылетели куда-то в Турцию. Окей, дружат ваши семьи, дружат ваши дети, все нормально. А что если мы говорим про бизнес-поездки? А что если мы говорим про то, что посетить что-то такое, куда обычно человек не летит? Мы были в Австралии с друзьями, мы были там сейчас в Китае, мы сейчас летим в Японию. Мы посещаем какие-то страны, когда у нас там впереди полон ЮАР и так далее, Аргентина, Бразилия. Я не знаю, в какой чат написать, кроме чата бизнес-клуба. Ребята, а полетели мы в Аргентину. Ну просто кто-то подумает, что мы уже заелись. Не хотел произносить слово, зажались. А кто-то скажет, что извини, мимо. Есть ли в клубе Ярд женщины? Мне кажется, женщины более как-то открыты к коллаборациям, нежели чем мужчины. Поправьте меня. Да, да, да. И на самом деле моя роль в клубе, моя миссия, так скажем, это именно развивать женскую ветвь, вот именно такого женского предпринимательства и способствует тому, чтобы женщин-предпринимателей в нашем клубе было все больше и больше. Это 80 на 20, наверное. Пока мы еще, как женщины, сильно-сильно вмешившие. Конечно, они есть, они принимают активное участие. Они принимают активное участие. И они более открыты, вот ты правильно сказал, то есть мы в целом какие-то, может быть, более от природы, не знаю, общительные. Общительные, да, может быть, не такие пугливые. Нас не так пугает большое количество незнакомых людей. Девушки – это в основном креативная индустрия, которая представлена, те бизнесы, которые представлены в клубе. Это креативная индустрия, это фармацевтика, это ювелирный бизнес. Ну, в общем, много достаточно отраслей, логистика. Девушки, которые вступают в этот клуб, они как-то очень быстро находят, во-первых, себе друзей, соратников, сразу обрастают какими-то дружескими связями. И в целом моя задача, чтобы этот процент от 20 стремился хотя бы к 50. Унитарный вопрос. Вот сколько знаю предпринимателей, они всегда заняты. Где найти время, чтобы посещать клубы? Да, я знаю, но... Вот смотрите, все же от приоритетов. Самый замотивированный человек – это кто? Человек, который хочет в уборную. Все, он найдет варианты двери. Простите за сравнение. Ну, смотрите, еще разок. Мы собираемся по интересам. Если человек не понимает ценности, он туда не приходит. У нас были люди, которые, как в анекдоте с Чукчей, я, говорит, такси оплатил, а сам не поехал, я его обманул. У нас были резиденты, которые оплатили, были на одном мероприятии, или не были вообще, и все. А когда ты с ними общался, ты говоришь, а цель какая – вступление в клуб? Он говорит, я хочу выйти из операционки. Я хочу, чтобы у меня появились новые друзья. Я хочу, чтобы у нас появилась насмотренность. Он хочет выйти из операционки и не делает ни шага, чтобы из нее выйти. А Стив Джобс сказал, глупо делать одно и то же и ждать другого результата. На все можно найти время. Я не верю в то, что человек не может найти время раз в две недели посетить бизнес-мероприятие, пообщаться с умными людьми. Я в это не верю. Если он находится в Узбекистане. А если он находится не в Узбекистане, он пользуется ресурсами клуба. Он пишет своему бизнес-менеджеру и говорит, привет, я буду в Польше с такого-то по такой-то. И тебе говорят, привет, у нас есть альянс, куда входит узбекский клуб, и он является соорганизатором, сооснователем этого альянса. Ты можешь прийти туда и пообщаться с этими предпринимателями. Если ты хочешь, ты можешь пообщаться с предпринимателями по твоему бизнес-направлению. Если ты хочешь, ты можешь пообщаться с людьми, которые просто расскажут тебе про то, ну, куда сходить в Польше. То есть это же общение. Мы были с супругой в Испании, и мы пишем ребятам, ребята, есть ли какой-то бизнес-сообщество наше дружеское, к которому мы можем пойти? Да. Они собираются. Тема продажи. Нам зачем на отдыхе тема продажи? Ну, мы пришли, познакомились с ребятами, познакомились с парнем, у которого своя медицинская клиника. Он нас вечер, или этот день, или на следующий день приглашает в шикарный ресторан. Не дает заплатить. И вечер нас везет на смотровые площадки. Он рассказывает про то, как устроен быт. Он рассказал свою историю, как он вообще родился в Армении, шил где-то, по-моему, на Украине. А сейчас оказался там, и вот построил себе целую такую мини-империю. И это круто. То есть, опять же, у нас были свободные вечера, и мы этот вечер провели не за просмотром сериала, а мы пообщались с человеком, который сказал там свою историю успеха, и мы вдохновились. И потом есть же продолжение всего этого. То есть, есть же продолжение того, что, ну вот, слеты, я сейчас расскажу про слеты, это когда все клубы альянса встречаются в одном месте. Он был первый в Ташкенте, потом был в Казахстане, потом был в Армении, а сейчас он будет в Дубае. Люди слетаются, люди знакомятся. До этого они общались только в Телеграме. А дальше мы видим их коллаборации. Мы были в Армении, по-моему, месяц назад. Вчера зарегистрировалась в Ташкенте компания, где очень крупный предприниматель из Европейского клуба инвестирует в недвижимость в Узбекистане. Наш резидент, познакомился с ним там. Я не раскрываю цифры, но это порядки, цифры – это миллионы долларов. Человек инвестирует. Заняты – да, всегда. Заняты все. Но кто-то занят более важными делами, кто-то занят пустяками относительно все. Поэтому, если бизнес-клуб достойный, который в конкуренции с другими делами в приоритете, на него всегда будет время. Когда член клуба будет находить больше ценностей, больше пользы от этого клуба, в любое время он заранее будет это планировать, любое мероприятие. Поэтому это зависит от клуба. Кому бы вы не рекомендовали вступать в клубы? Если брать слово, как клуб, даже, скажем так, преступные глупировки – это клубы, да? По интересам и по ценностям. Я бы рекомендовал, наоборот, всем вступать в клубы, даже если человек очень сильный интроверт, то клуб, учитывая, что он интроверт для океана, где ему кажется, что враждебная среда, а он может всегда найти себе клуб, в котором вот эти же интроверты и собрались, да? Например, для меня клубы – это не только нетворкинг, там нет моих клиентов, но выступление в клубах «Бук-кафе» сделало меня в этом отношении более раскрепощенным, и для меня раньше тоже выступление было очень трешово, так это я боялся. А потом, когда вот ты выступаешь, вчера 10 человек, потом 30, потом 50, мне это становится нормой. То есть даже интроверты могут раскрыть свои новые грани, находясь среди таких же людей. У нас зашел очень крупный резидент. Скажем так, он соучредитель холдинга, который, наверное, один из самых больших в нашей стране на сегодняшний момент. За что мы переживали? Мы переживали за то, что столкнется человек вот такого образования, достатка и масштаба, и парень, который там, или девочка, который сильно разнятся с ним по цифрам, по всем. И может быть такое, что они столкнутся, и условно, ну, диалог не завяжется, потому что этому интересно, как перешагнуть рубеж миллион долларов, и он спрашивает, расскажите, ваш распорядок дня. А у того немножко другая история жизни, да. Мы были удивлены тем, что он настолько открыт, что он посещает сейчас мероприятие третьей категории чаще, чем мероприятие второй и первой категории. То есть ему интересно с ними. И это супер. То есть это очень классные, открытые люди. Есть люди, которые, все люди, я думаю, так или иначе, в общем обсуждении, ребята, вам всем комфортно. Вы не за то, чтобы, там, я не знаю, как-то мы разделялись, нет, все остальное. И ту же в личку анонимно своему бизнес-менеджеру. Мы хотим общаться с людьми равными нами. Это очень такая интересная история. Поэтому категорийность есть, и ее не может просто не быть. Как это категорийность? Первый, второй, третья категория это по уровню заработал. По оборотам. До миллионов долларов, до десяти миллионов долларов, свыше десяти миллионов долларов. Все очень просто. На самом деле, критерии должны были быть больше от одного до десяти, от десяти, там, до пятидесяти, от пятидесяти, например, до бесконечности. У нас нету культуры общаться и рассказывать про свои обороты. Ее просто нету. То есть мы ее только-только зарождаем. Когда мы поехали, первый раз в Киев, а потом в Дубай, общались на тему партнерства. И вот на ужин знакомств, и ты рассказываешь о себе, и они тебе говорят, какой у тебя оборот? А у тебя это в тупик ставят. Просто потому что у нас не принято было говорить. Ну да, ну да. Да и вообще сейчас все-таки не принято говорить. Ну люди открываются, ребята говорят, до него очередь дошла, а он зарегистрировался. Значит, по телефону сказал, какой у него бизнес. Он говорит, я, наверное, типа помолчу. Мы говорим, варианта такого нет. Вы либо встаете, уходите, либо остаетесь и рассказываете. То есть есть люди, которые, да, по-прежнему не говорят, чем они занимаются. Мы не берем таких в клуб, они мутные какие-то. То есть есть люди, которые говорят, вот мой бизнес, может быть, я не гигант какой-то, но он понятный, мы можем скидывать все любые документы и так далее, и так далее. 167 участников, будет 200, будет 300, дай бог, как говорится. Какой-то общий портрет есть сейчас людей, которые вот только начинают, которые, во-первых, вступают в клуб, которые есть. И вот эти вот пионеры, скажем так, есть ли среди них какой-то общий портрет? Во-первых, я расскажу, как мы начинались. Мы назывались Young Business Club. Это клуб для молодых предпринимателей, где были порог 300 тысяч долларов и где был вход, я не помню, сколько это было в сумах на тот момент, мы принимаем в сумах оплату перечислением, но в долларах это было в районе 2000 долларов. То есть это были очень молодые ребята. И, конечно, они составляли большую массу людей. За последние полгода у нас случился просто сумасшедший прорыв. У нас сейчас из 10 человек, там, в среднем 10-15 человек, кто заходит в клуб в месяц, 2-3 человека это ребята третьей категории, все остальное, это ребята второй и первой категорий. То есть мы сейчас на сегодняшний момент выравниваемся в сторону вот таких крепких больших предпринимателей. Наверное, потому что молодым и терять меньше, и как бы у них времени побольше, и они очень активны, они очень быстро в начале подписывались, а большие ребята присматривались. То есть есть ребята, которые говорят, да, мы вас видели год назад, думали зайти, не зайти. У меня вот, опять же, вчера был на образовательном модуле и однокурсник мой, я ему слова про клуб не говорил, вообще. И мы что-то сидим обедаем, он говорит, Арсен, я думаю, пришло время. Я говорю, о чем речь, Виталик? Он говорит, я думаю, что я вступлю в клуб. Вообще вопросов нет, давай я тебе. А у него бизнес крепкий, то есть человек присматривается. Ему нужно я понимаю, что клуб развивается так, что за каждым одним приходит еще несколько. Приводят ли резиденты? Да, есть тенденции. Заходит отрасль, заходит архитектор. Все друг на друга подписаны. В течение двух месяцев заходит минимум еще один архитектор. Минимум. Также с айтишниками, также там с эвентерами очень много вот такого формата. У нас есть история, когда мы просим порекомендовать резиденты. Во-первых, это был эксперимент вначале, но он сумасшедше сработал на нас. Я в двух словах расскажу про воронку. Вот если приходит 100 заявок, до ужина знакомств доходит 50 человек, с 50 человек в клуб попадает человек 8-10. Когда нам порекомендовали 10 человек сами резиденты, и мы сделали ужин знакомств с них, прошли все 10, зашли в клуб 8. То есть двое сказали нам пока это не надо. Ну, сумасшедшая конверсия. То есть с точки зрения клуба это, конечно, очень большое подспорье. И мы в качестве благодарности у нас есть история, когда мы, если от вас зашел резидент, мы говорим, Кирилл, спасибо большое, вам месяц еще продление бесплатно. Вы нам очень сильно помогли. То есть, опять же, с одной стороны, безусловно, вы нам помогли. Конечно, это не благотворительная организация. Да, мы в нее сейчас инвестируем, мы с нее не зарабатываем, сейчас вообще ничего. Два года в среднем мы инвестируем в клуб порядка 300-320 тысяч долларов. Два года уже. Но мы этот барьер перейдем, и эта штука будет приносить денег. Но суть сейчас не в этом. Вы нам помогаете, но вы и себе помогаете. Все хотят быть в команде сильных, успешных людей. Мы хотим писать запрос и получать решение не только по Ташкенту, не только по Узбекистану, а глобально. А как это можно сделать? Ну, это такое ощущение, что ты попробовал что-то вкусненькое и друзьям не говоришь. Если это полезно для вас, дайте рекомендацию. Мы же приведем ваших друзей, и они станут сильнее. Опять же, все люди мыслят по-разному. Я всегда хотел, не знаю, жить в каком-то премиальном ЖК. Я хотел попасть в спортзал, в котором занимаются очень влиятельные люди. Такие успешные люди, не влиятельные, успешные люди. Я всегда хотел быть там, где я в какой-то момент на старте готов быть самым бедным, самым неуспешным и так далее. Они меня мотивируют, они меня заражают. Есть человек, который просто, ну, он смотрит на успех кого-то, его это демотивирует. С этим это надо психологу, с этим надо разбираться. То есть в моем формате я хочу себя окружить людьми, в который все, вот все, без исключения, я хочу, они были богаче, успешнее, умнее. Так это сам растешь элементарно? Безусловно. В шахматах правило. Хочешь стать чемпионом, играть сильными. Все. Других вариантов нет. И поэтому, когда мы говорим про эту рекомендацию, если ты хочешь быть самым умным в комнате, есть фраза такая, ты просто не в той комнате. Если ты сам развиваешься, твои друзья по-прежнему стоят на одном уровне, ты мне очень друг, я могу сказать. Сейчас в клубах новая такая мода это разборы, да? Когда человек, вот раньше это было вообще невозможно, это как психотерапевт уходишь, и они разбирают твою личность, а тут разбирают бизнес. Другие представители, которые взгляд со стороны. Эйнштейн говорил, что находясь внутри системы, невозможно понять ее проблемы. То есть всегда извне. когда вы играете в шахматы, всегда человек, который смотрит, он как бы лучше играет, да, он дает подсказки, потому что вы находитесь внутри, каждый шаг вы рискуете своей шкурой, а человек не рискует, и он смелее дает. Более свободный, да. Более свободный ваш в подсказках, в советах. И мы наблюдаем вот эти вот разборы, бизнес-разборы популярны, когда человек выходит, и прям десятки опытных других бизнесменов дают ему свет, а я вот в такой случае вот поступил бы так. И ты уходишь с таким огромным мини-эмбием в голове в крайне очень-очень полезно. Имеет ли смысл входить в клуб, если там есть твои конкуренты? Конечно. У нас как боятся, ну как я буду перед конкурентами там рассказывать, там терапевт. Вот, я расскажу тебе фразу. Во-первых, у нас в клубе порядка семи ивент-компаний разных. Не только наши, у нас есть акционеры, компании, которые стали собственниками, соучредителем бизнеса, и мы им даем возможность вступить в клуб. Мы развиваем рынок, глобально рынок. Что такое конкуренция? То есть, когда мы проигрываем какой-либо тендер, мы разбираемся прежде всего в себе. Если ты первый парень на деревне, это здорово, но ты не растешь ни в креативе, ни в мозгах, ни в чем остальном. Есть форматы, когда ты выходишь и рассказываешь подноготную свою. Но вот есть такой формат, называется пир-ту-пир. Это когда собирается 8-10 человек. У вас всех плюс-минус один оборот. У вас разница в возрасте не более 10 лет, но есть очень главное правило. Там не может быть вторых половинок, а у нас есть резиденты, которые зашли с женами, потому что они тоже предпринимательницы. И наоборот. У вас не могут быть там вторых половинок, и у вас не может быть там конкурентов. Вы подписываете NDA и уже там общаетесь на все. Ты можешь рассказать, ты понимаешь, что окей, если у тебя видеопродакшн, ты единственный с видеопродакшн здесь. И ты запасно общаешься. Я смотрю, как они друг друга поддерживают. У нас из видеопродакшнов, например, есть ребята Abstract, BigZot, есть наш Unique Production, Валерия. И они в клубе. Я вижу, как они коммуницируют. Я вижу, что человек задает вопрос по локациям, по площадкам. Это же возможность и делать бизнес вместе. У нас есть примеры, когда вот по ивент-индустрии нам падали такого объема заказы, что мы были не в состоянии. Мы, может быть, могли бы сделать, но мы могли потерять качество. Мы могли надорваться, порваться и так далее. Мы просто вкидывали это в рынок, и у нас есть ряд компаний, которые не имеют к нам никакого юридического отношения. Но это абсолютно классные ребята. Мы с ним очень всем уважительно относимся. И когда у нас есть объем, который мы не в состоянии сделать, мы его обязательно ширим и делимся с ними. Ну, есть другая история. Мы растем. Юник растет. Конечно, у нас сейчас мощности такие. Мы вот недавно вышли в Казахстан. У нас сейчас мощности такие, что мы очень много делаем сами. Но даже сейчас мы делимся. Вот мы, когда в бизнес-школе учились, нас три месяца ломали. Лидеры, которые приходят, они очень эгоистичны, они подвержены на войну, сломать, завоевать, рыночную долю. И нам объясняли, что кооперационная стратегия всегда долгосрочная, выигрышнее, чем конкурентная. Потому что вы расширяете ореол, расширяете свой рынок вместе. У нас в Узбекистане очень слабая конкуренция. Если взять, допустим, какой-нибудь ритейл, то лидеры рынка это 150-200 магазинов. В Азербайджане, на 9,5 миллиона населения, сети по полторы тысячи. По две тысячи магазинов. Для них конкурент это те, как раз таки, для супермаркетов это базары. И конкуренция, она есть в малом, среднем бизнесе, но с другой стороны, она может быть консолидацией. Несколько компаний могут понять, что они могут, я думаю, что будет очень ближайшие 3-5 лет слияние поглощения. Потому что так выгоднее покупать, вступили не в кооперативы. Даже вы конкуренты, но вы вместе покупаете дешевле, вместе защищаете свои. И если раньше были такие, жжгостское государство строило искусственные ассоциации всякие, то будет такая теперь кооперация, бизнес это заставит. И это меняет мышление, что в кооперации мы больше заработаем, чем между друг другом. Тем более, открытие ВТО, когда будут заходить на самом деле, ну, в хорошем смысле враги, это потребует консолидации на рынке, например, производителей молочки и колбас. Вот в России 6-7 брендов владеют 80% рынка. Там Черкизова, Микоян, там Останкино огромные, там по 1000 тонн в день производят. А у нас сотни потребителей колбасы в Ангрене своя, в Черчаке своя, в Сабаканде, в Андижане. Соки свои, молочка своя. И это удорожает. Я думаю, что доступ к капиталу более умные и более гибкие они будут поглощать. И это все, наверное, будет происходить не грубо. Точно мы не пойдем в лидерские захваты в Узбекистане, но наоборот, через кооперации мы будем видеть некие новые возможности. Конкуренция, я по своему опыту, не где-то по наслышке или книге. Я по своему опыту скажу. Я раньше с конкурентами конкурировал, смотрел на них как на своих врагов. Раньше, где-то лет 10 назад. Но 10 лет назад я смотрел на других бизнесменов, это были друзья в сфере колбасных изделий. Это друзья. Они все конкуренты, у них у всех разные компании. Там была Шерин, Сагбан, Тохтаньязата, Макист. Много вот эти друзья, они дружили, они вместе сидели, они вместе на выставки ходили, они вместе отдыхали, они вместе делились даже рецептом. Представляете, я там колбасу одну например купил аристократ тогда Шерин была. Она такая вкусная, я звоню Черезотеке, такая классная колбаса, это вы когда уже производите? Он говорит, а это твой друг покойный Йоха Пэкя рецептом поделился. Как? Да, у него классно получилось, я у него спросил, научил тоже, и мы тоже начали производить. Конкуренты друг друга учили, они вместе покупали оборудование на выставках. Благодаря этому колбасное направление сильно развилось. Сейчас точно так же я дружу, я начал дружить с конкурентами. У нас прекрасные отношения с Голденхаузом, у нас прекрасные отношения с Ньюмон, у нас очень хорошие отношения с другими компаниями. Мы дружим, мы начали дружить с Шухратом, например, Мирабата Веню. Мы друзья, и нечего нам, мы наоборот друг другу помогаем, подсказываем. В клубе тоже наоборот, клуб может объединить конкурентов, они станут друзьями и сильнее вместе. Ты поменил отрасли текстиль, видеопродакшн, возможно, архитекторы какой-то, FMCG, разных отраслей. Мы вообще за статистику. У нас все это в Битриксе ведется, у нас есть отдельные ребята, вот такие ребята, которые не просто подсчитали, у нас есть понимание всего, у нас есть понимание среднего возраста, среднего оборота, количество детей. У нас на годовщине было порядка 150 резидентов, там что-то такое. У нас 217 общих детей, у нас есть понимание по возрасту. А для чего мы эту статистику берем? У нас в планах запускать клубы для детей, то есть мы хотим, чтобы и дети развивались. У нас есть статистика по всему. Мы знаем, какая отрасль, какая отрасль более всего представлена. IT-отрасль конкурирует с event-отраслью, ребят с IT очень много. У нас есть полный цикл, полные данные. Мы заполняем карточки, у нас информация есть обо всем. Потом есть еще одна история, которая к бизнесу не имеет прямого отношения, но имеет отношение к личности. Ребята делятся по спортивным интересам. Если у тебя была когда-то цель, ты хотел научиться играть в теннис, ты записался на пробежку, но ты не успеваешь ездить куда-то на марафоны и так далее. Ребята объединяются в отдельные тренировки совместные, ребята ездят на марафоны. Это же отдельный тимбилдинг. То есть люди выезжают сейчас зарегистрировать себя в Бухару, люди стартуют 24-го в Бухару, они стартуют с семьями. Мы были в Коканде, были в Бухаре, были в Самарканде, были в Алматы. Заплывы совместные. Это же очень крутая история. Каждый клуб это же основатели, их ценности. Это вот делиться, получение впечатлений. Там есть вот очень много подинтересов. Бани отдельно, походы, на автомобилях, путешествия. Или там завтра может кулинарно что-нибудь откроется. Какая-нибудь вокальная инструментальная оркестра может появиться. Там как раз этот ярд, он не монолитный, а он подразделен на очень много подсекторов, и каждый может найти какой-то интерес, в котором вот собираются не 100 человек, а 10. Кышлов пошли, поиграли. Увидел яркого какого-то спикера и поучаствовал в нем. Поэтому вот эта вот открытость и гибкость это преимущество клуба, в отличие от других, которые очень такие однотонные, скажем так. Здесь colorful, все цвета. У японцев есть такое понятие икигай. Возможно, вы слышали о нем. Это соединение всех интересов в одной точке. Есть ли какое-то соединение интересов в клубе Ярд? Для меня как для резидента или для меня как для соучредителя? Давайте начнем с резидентства. Да, потому что именно таков был мой путь. Сначала я была резидентом и только потом вошла в партнерство. Здесь однозначно есть, потому что именно старт клуба совпал с моим как бы в моей карьере с таким новым витком. Именно совпал с моим стартом предпринимательства на более таком серьезном уровне. Поэтому для меня эти два года можно сказать, что я выросла вместе с клубом и развивалась вместе с клубом. И для меня клуб это не просто какое-то там любимое место, люди, энергия. Для меня это что-то, вот как ты правильно сказал, средоточие всех интересов, схождения их в одной точке. Потому что действительно клуб закрывает очень много потребностей как твоих как у личности, так и твоих как предпринимателя. это же еще как хобби, это еще как возможность скажем, потратить деньги. То есть мы знаем, что есть люди, которые опять-таки на виду, которые там есть куда вложить, а есть те, которые сидят на деньгах. И вот эти клубы, как мне кажется, один из способов поехать вместе с хорошей компанией, что-то там посетить. Это ключевое. Не просто потратить деньги, а получить впечатление. Качественное. Да, качественное. А для этого это вопрос опять окружения, вообще культуры и принадлежности. Вы не можете сделать микс из людей, у которых разные ценности, и они вот вместе куда-то поехали. Они очень быстро передерутся там, да? Возникает еще новое хобби. Ты видишь человека и говоришь, как ты вот таким бизнесом и вот ты не напрягаешься. Как ты работаешь стрессом? Он говорит, я вот по горам лазаю. Второй говорит, поехали со мной, там дайвингом займешься. И человек открывает для себя новые возможности качественно внести новые смыслы в свою жизнь, открыть для себя новые впечатления. И это тоже все делается в компании. Нельзя пойти в поход в горы одному или два человека или нырнуть под воду, да? То есть это все совместно. И мы открываем во время этих путешествий или вот в клубах есть, возникает некое доверие между личностями, где вы можете получить некий совет. И вот эти клубы как раз таки возможность познакомиться, пообщаться и начать играть на опережение. И понять ценности. Съездили в горы это показывает, как себя человек ведет в определенных ситуациях. И раскрываются внутренние человеческие ценности. Есть ли шанс найти ментора в клубе? Конечно. Это, наверное, самый простой шанс. Потому что в клубе есть ребята, которые реально на голову могут быть сильнее тебя. И я здесь не про деньги. Понимаешь, да? Ну вот ты просто общаешься с человеком, и у него видение другое. Да, согласен. Он смотрит на что-то совершенно глобально. Конечно, отношения. Клуб не может навязать тебе ментора. Клуб не может тебе сказать, Кирилл, вот этот парень тебе поможет. Ну, это должна быть какая-то синергия, вы должны сойтись. Ну, конечно, ты там можешь найти. Давай так, все. Очень просто, предельно и просто. Где искать ментора, если не в специализированных бизнес-сообществах? Ну, где вероятность больше? Ну, да. Да. Или же это есть какой-то конкретный аккаунт конкретного человека. Он трубит там на весь интернет. Я бизнес-ментор. Ты ему можешь написать и в частном порядке к нему приблизиться, оплатить и попробовать. У нас выступает огромное количество спикеров, и вы можете взять в менторство их, потому что они тоже сильные ребята и запросто. Но я вижу, как ребята коучат, тренируют друг друга. Клуб же, он же живет за пределами нас. Понимаете, мы же там в социальных сетях на многих подписались. Мы видим, как заканчиваются официальные встречи и начинаются неофициальные встречи. У нас есть кейс, у нас очень много резидентов в Ташкент-сити так или иначе состоят. У кого-то здесь офисы. У нас есть парень, Фердас, он занимается поставкой спортивного оборудования. И мы видим кейсы, когда он объединяет маркетинговые компании, которые есть в клубе, собирает их на какой-то завтрак, ну, как пример, я сказал Фердас. То есть, ребята собираются, у него есть кейс, есть разные ребята маркетинговые компании. Они там завтракают и они ему прокачивают, они ему накидывают идеи, как сделать то или иное. Это же, как бы, это невозможно купить. В каком формате ты можешь посадить пять игроков рынка в конкурирующий за один стол и чтобы они открыто делились мыслями. Еще и бесплатно. Ну, просто кладезь. Есть какая-то особенность у Ярда, как ты думаешь? Люди, 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 люди. Это очень... Еще раз, мы структурный, так как мы изначально ивент-компания, у нас крутые мероприятия. И я не говорю сейчас про стандартные мероприятия, выступления спикеров. Но если мы делаем какое-то мероприятие, мы праздновали годовщину, это было на крыше Наствана. Мы первая компания была частная, которая забрали сразу две локации. Мы готовим грандиозное новогоднее мероприятие, оно будет 14 декабря. То есть, качественные ивенты, качественные люди и структурность, понимание того, в каком направлении должен двигаться бизнес-клуб. Мы понимаем, как мы масштабируемся. У нас в октябре, в ноябре начинается роу-шоу по городам Узбекистана. Мы будем создавать мини-клубы в каждом из этих городов. В Самарканде будет свой, в Андижане будет свой, в Бухаре будет свой. Мы хотим, чтобы наши резиденты, летя туда, просто писали в эту группу и говорили, ребята, я буду у вас в городе с такой вот такой-то. И там собирались наши резиденты. Мы хотим сделать эту сеть глобальной. Мы хотим сделать эту сеть масштабной. Я надеюсь, что наши резиденты тоже посмотрят это интервью, потому что, когда у нас начался рост глобальный, вот эти старички, которые были самые первые, у них дефицит внимания. Они могут не признавать этого, но это факт. То есть, вначале у нас было 20 человек, потом 30 человек, 40 человек, и их все вот в этой любви окутывали. Они нам по-прежнему ценны, но рост просто необходим. И, конечно, очень многие говорили нам, вот, что мы штабируемся, типа, это пошло, там, зарабатывание денег и так далее, и так далее. Ребята, у нас точка безубыточности, если мы сейчас не будем добирать людей, там, увеличивать маркетинговый бюджет и так далее, это порядка 188-190 человек. Это точка безубыточности. Говорить про какой-то заработок, а мы сейчас поставили для себя план. В нашем бизнес-центре мы отдали первый этаж 250 квадратов под клуб, и второй этаж мы строим там же, карлокинг-центр под встречи наши. То есть, там инвестиций, еще тысяч там, не знаю, 200-300, которые мы обязаны сделать, чтобы клуб вырос. Поэтому пока это ни разу не про деньги. Но наша задача, чтобы наши резиденты находили своих людей в каждой точке, сначала Узбекистана, а потом глобального мира. Еще очень классная штука, которую я подметил. Когда мы впервые попали на эти встречи во Львове, в Киеве, в Дубае, и ребята начали представляться, мы начали обмениваться социальными сетями. Кирилл, у них у каждого указано в социальных сетях, я резидент такого-то бизнес-клуба. Слушай, амбассадоры такие. Я по своим сотрудникам могу тебе сказать, что единицы людей спустя десятки лет, то есть, в нашей компании главной 14 лет, у себя в статусе начали указывать, что он сотрудник такой-то компании. Что говорит, про лояльность. Зачем тебе рекламируют другой бизнес-клуб. А я теперь понял, почему. Я там задал этот вопрос, потому что он открывает двери. Потому что, когда человек пишет, я резидент такого-то клуба. И они могут быть, вот на Украине на тот момент было 2200 резидентов. 2200. У нас в Узбекистане 167. Ты просто пишешь одному резиденту другому в другой город, и он понимает, раз ты резидент, ты прошел все проверки, тебя очень можно легко проверить. И люди сближаются. Люди рассказывали, опять же, это может звучать меркантильно, но это факт. Люди делают у себя ремонт с 30-40% дисконта. Почему? Потому что есть правило. Если один резидент клуба обращается к другому резиденту клубу, вы обязаны дать лучший сервис, лучшие качества и по возможности лучшую стоимость. Почему стоимость по возможности? Потому что у вас бизнес разный, маржа разная. То есть человек говорит, я построил себе дом, у нас есть производитель кафель, у нас есть производитель дверей, у нас есть архитектор. Ну понимаешь, да? То есть вот от банальной какой-то выгоды до глобальной выгоды. Еще очень классная история, о которой ребята рассказали с Европой. Все участники одного бизнес-клуба, они делают бизнес и они, они же об этом не знают, но они друг друга проверяют. Они пишут в клуб и просят прислать не просто подтверждение того, что это резидент до сих пор в клубе, а просят прислать его договор и до какого числа он в клубе. То есть еще разок, клуб не несет ответственность за ваши инвестиции. Клуб не имеет с этого копейки, клуб не может на это повлиять. Но им спокойнее, когда человек надолго в клубе. И это понимание в Узбекистане придет. 100%. Где ты эту идею зацепил про клубы? Во-первых, кого мы здесь встречали? Мы встречали здесь клуб первых от Сбербанка. Мы делали им ивенты. В Узбекистане мы общались с ними за тему партнерства. Мы общались с клубом Партнягина, клуб 500. Мы делали им ивент здесь. И с теми, с теми мы общались на тему вступления. Мой партнер по клинингу в Казахстане является акционером клуба Эквиум Казахстан. Но потом раздался звонок. Был дубайский клуб. Был резидент из Узбекистана. Мой друг, который состоял в Дубай. Они сказали, вот мы хотели бы открыться в Узбекистане. И он сказал, если вам в Узбекистане, я вам рекомендую вот этого человека. И у нас был первый созвон. Мне ребята вот так рассказывают про клуб, а я очень, я не скептический, я такой, хладнокровен был. Я говорю, окей, ребята, ваша задача продать мне клуб. Я вас понимаю. Я хочу пообщаться с резидентами. Мы задали конкретный вопрос, когда у вас с резидентами, потом во Львове, потом в Дубай. И мы, конечно, воодушевились всем этим. Изначально это должен был быть партнерский бизнес-клуб. Но началось то, что началось между Россией и Украиной. И ни одного дня, ни в составе учредителей, ни одного доллара сюда не было переведено. Это полностью поднял просто мы сами, как акционеры из Узбекистана. Изначально там должно было быть три партнера. Это должно было быть такое совместное проект. Что должно произойти с клубом, чтобы ты сказал, блин, да, я сделал крутую штуку. Какая цель глобально стоит перед тобой? Супер. Я бы очень хотел не просто масштаб клуба. Безусловно, я хочу масштаб. И меня очень сильно заботят эти цифры 150-200 человек и так далее. То есть есть две истории. Есть история, когда мы создали клуб, закрытый клуб, 200 резидентов, все. И гонимся только за качеством этих резидентов. Это значит, молодежь все отпала и остались только вот такие мастодонты. Не совсем наш формат. Мы хотим развития в количестве людей, в качестве людей. У нас есть понятный план. Мы запускаем бизнес-клуб на узбекском языке в марте следующего года. Мы готовим сейчас платформу. Это другое название, другая команда, другой офис. Это все по-другому. У нас с 19-го числа этого месяца начинаются первые съемки и мы начинаем готовить аудиторию для узбекоязычного клуба. Чтобы появился масштаб, чтобы в Узбекистане было 10 тысяч предпринимателей, объединенные одним зонтиком, это не русский язык. К сожалению или к счастью, это не русский язык. Я думаю, что потенциал объединения на русском языке это тысячи человек. Я погордился своей командой и собой, если бы у нас было 10 тысяч резидентов в узбекском языке и тысяче резидентов в русскоязычном клубе. Наш начинающий клуб для молодых предпринимателей Буз Клаб также развивался. Но для меня критерий не только количество людей, качество этих резидентов, какое у них продление в клубе. То есть не они залетели на полгода и вышли, а они делают пролонгацию, постоянно продлеваются в клубе. И чтобы у нас не было кейсов, когда люди ссорятся, выходят, кидают. То есть если мне скажут условно, Арсен, я тебя поздравляю, у нас тысячи резидентов, но у нас, там, я не знаю, каждые две недели уходит какой-то новый резидент, мы быстренько добираем другого, у нас здесь, не дай бог, какие-то кейсы с минусом, мне такой клуб точно не нужен. Мы партнерились до этого не с брендами, а с личностями. У нас каждый резидент в клубе, за ним может быть одна компания, десятки его компаний, но нам важен был человек. Сейчас мы открыли формат, когда мы партнеримся с глобальными брендами. С нами невозможно запартнериться за 200-300 миллионов, я это говорю прямо сразу. То есть у нас достойный ценник, но и то, что мы предоставляем нашему партнеру, это совершенно другая история. Мы уже запартнерились с брендом Ziker, в данный момент мы ведем переговоры с одним крупным девелопером в Узбекистане, мы ведем переговоры с крупной лизинговой компанией и с крупным банком. То есть мы хотим, чтобы у нас на всех наших мероприятиях присутствовал еще и вот такой партнер. Опять же, откуда родилась идея? Например, Клуб Первых в свое время был организован при поддержке, я этих всех нюансов не знаю, но он очень долгое время был с припиской Клуб Первых, Клуб Сбербанка. Я понимаю, что для бизнеса такие сообщества архиважны. Сейчас, удивительно, но меня зовут на встречу не по поводу Юника или каких-то других проектов, меня зовут на встречу по поводу клуба. Люди хотят партнериться с клубами. Такая возможность, я ее открыто говорю, мы ее запустили и она возможна. Если вы хотите получить доступ эксклюзивный к огромному количеству отфильтрованных, проверенных резидентов, иметь возможность с ними пообщаться, иметь возможность пригласить их на свои мероприятия, на открытие своих офисов закрытых, вам надо связаться с клубом и стать партнером в клубах. Что делает партнер клуба и что мы делаем для партнера клуба? Мы для партнера клуба делаем эксклюзивность. Если у нас заходит один девелопер, у нас больше девелопер, на этот год не будет совершенно точно. У нас перечень мы прописали, у нас там в среднем 120 мероприятий в месяц, на которых вы можете присутствовать. Мы можем делать мероприятия специально под вас индивидуальные и приглашать их людей. Еще раз, это не просто рекламная интеграция. Мы не будем у наших резидентов говорить, ребята, эти нам заплатили деньги, поэтому вот у них открывается новость. Ну, на примере Зикера давай. Что Зикер получает за партнерство? Надо задать вопрос Зикеру, какое количество людей мы туда отправили. Начнем с того, что я перемещаюсь сейчас на Зикере, хотя у меня есть на чем ездить. Мы его забрендировали и я, ну, такое количество сообщений. Оранжевый Зикер, там едет Арсен с наклейкой Клубля. Я бизнес-клова, абсолютно верно. Я все прошу затонировать, потому что это становится немножечко, да. Очень много людей мне пишут по поводу этого. Я знаю, что у меня несколько друзей, трое точно, которые после меня поехали, купили себе Зикер именно номер первый. Во-первых, это не товар, который стоит там 10 тысяч долларов. Это история, которую очень сложно замерить вот в такой промежуток времени. Мы полноценно сели за брендированную машину меньше месяца назад. В мае у нас была договоренность, пока брендирование шло, пока машину передали. Я думаю, что выхлуп к концу следующего года ребята совершенно точно увидят. Еще раз, что стоило это им? Вот в чем вопрос. То есть, я совершенно точно понимаю, что строительная компания, которая занимается там объектами строительства там по всему городу, строит кучу ЖК, мы их целевая аудитория. 167 контактов для автомобильного бренда потенциально, которые могут их купить. Да, да. Но если понимать конкуренции, все на чем-то ездят. У нас есть ребята, которые ездят на машинах сильно дороже Зикера и нет ни с этим проблем. Есть ребята, которые смотрят только на этот бренд. Одной из важных таких моих задач в рамках развития клуба является именно стратегия продвижения, поскольку это непосредственная сфера моей деятельности. Что я могу сказать о том, что получают бренды, которые хотят сотрудничать с клубом. В первую очередь они получают площадку. То есть мы все понимаем, что самая главная монетизация у любой информационной площадки, у любой вообще в целом публичной площадки, это трафик и это качество той аудитории, которая на эту площадку приходит. Поэтому бренды, с которыми мы ведем переговоры о сотрудничестве, именно о стратегическом сотрудничестве, бренды, которые уже являются нашими партнерами, получают в первую очередь доступ к очень качественной целевой аудитории. И это не только, я не говорю, что это не только возможность прийти, дать какой-то дисконт для резидентов клуба и, я не знаю, продать 20 единиц своей продукции. Нет, это очень хороший срез для аналитики. То есть ты можешь сделать какой-то небольшой касс-дев, небольшое интервью, ты можешь напрямую пообщаться с выжимкой той аудитории, которая отвечает твоим потребностям и твоему бренду. Как пиарщик, как человек, который, в принципе, делает это для других брендов, я понимаю, что сейчас, на данный момент, это наша главная ценность клуба, что мы можем дать обратную связь, мы даже в каких-то моментах можем, опираясь на мнение наших резидентов, компания может скорректировать где-то свою политику информационную, я не знаю, там, экономическую, какую-то, да, там, ценовую. И это очень важный инсайт, потому что, если ты сейчас просто пойдешь и попробуешь заказать у ресерчеров исследование своей целевой аудитории, ты потратишь на это очень много денег и очень много времени, да, и та выборка, которая будет, та выборка респондентов, которая будет у тебя там, никто не дает тебе гарантии, что это именно те люди, которые тебе интересны и нравятся. И мы, как клуб в этом отношении, очень понятная, простая, прозрачная площадка, где эти посредственно компании могут прийти, непосредственно посмотреть на эту так называемую фокус-группу, понять, что это за люди, какой у них уровень дохода, чем они занимаются и почему они выбирают или не выбирают продукт или услугу твоего бренда. Мне кажется, это очень ценная такая вот возможность, которая тебе просто очень сильно сокращает путь для понимания твоего портрета, твоей аудитории. Согласна с выражением, что мы – это наше окружение. Конечно. Мы – это то, что мы едим, мы – это то, с кем мы находимся, мы – это что мы читаем, мы – это о чем мы думаем и мечтаем. Конечно, окружение, оно формирует многое. только мы живем, и мы – здесь, мы – Субтитры создавал DimaTorzok